космос у нас куртейку переодел ты мысль валер давай куртку ты ему дал куртку ты ему дал все равно уже брать запах на отчет с этим баулом собой носит или ты не собираешься ехать в этот дом что-то не все-то не то у тебя там да не сегодня не понравилось вчера 23 любой человек я служил в советской армии выделить за этого не пустили до или через за это ушел из-за этого ушел из дома что вы меня в 6 утра подняли мне сказали тебе на работа вы чё приколоть но перебрал я ну как не выпить тем более людей из церкви с тех с которыми я давно не виделся ну как не выпить я выпил но мне плохо с утра я специально кормового вологаргина чтобы проспасывать а меня все синтро будет деть на работе не в угорчу это реабилитационный центр то есть человека туда приводит чтобы он забыл вот про это про сегодня поедешь туда блин зря то зря мы же договаривались вчера зачем позавчера не о чем мы с тобой для помощи о чем мы договорились о паспорте до чего там делать что там обещать полторы тысячи заплатил госпошину и все тем более ты из подмосковья тебе за неделю его сделают а что там верит вот я ребятам делал год космосу сделал вот космос я сделал паспорт и этому волгоградскому сашки сделал вот у нас еще это черный остался и ты без паспорт не то что остался более-менее здравый на то более-менее помощь принимает а то не значит эти суки что там блять творят где это белорус то куда делся почему это ебаная базарит тому это уже не на канале на хушу я типа блять деньги никому не приношу какие я кому деньги блять должен я не пойму не понял лучше батарею у нас было интервью если это у тебя сюжет пройдет у нас было интервью такое когда человек который сейчас в данный момент снимает люди люди помогали прямо сразу выкладывали и прям туда вот прямо здесь через одну минуту этот человек шел и делал все мне нужно были тренировочные брюки трассеря вот человек кричит прям тут же будет и вы знаете если человек решил бы хобби для себя сделать хобби это одно а есть другое он не знает как помочь людям просто не знает как извините там хердак я говорю как есть там есть такие наши лоблы сушеные человек не знает как помочь людям он помогает каждую копейку считает вот он может так помочь поэтому я и прошу у самого на десяток яиц до смешного вот понимаете человек он всегда пытается хоть как-то регулировать жизнь он в ней не был он в ней не был потому что она нет он близок к этому по одной простой причине потому что много людей разных ну вот зато маэстро вот я это у меня сегодня отказался хотя я специально гитару взял кажется сразу предупреждаю маэстро меня обломал по по программе Хвисовского сегодня не услышал вот и все не могу слушай ну а ты к ней поедешь не поедешь как телефон у тебя есть не поедешь дело в том что тебе сын самый смешной знаешь что она сказала я вот думаю ты мне какого отношения скажи честно я говорю ну какое отношение может быть ты же не просто так женился ты женился по любви она вот я и думаю дать тебе или не дать вот и смешно но это правда ну конечно я и говорю конечно дать это святое куда приехать ну понятно вот теперь ребята вот теперь пытаюсь заработать на деталь на дорогу а он просто приехал у меня а здесь не заработать все надо встать в переход я заработаю я заработаю ну может быть я играю хорошо ну конечно как Моэстро но все равно хорошо заработаю ну а она что говорит жена то поедешь ты к ней не поедешь да я так думаю что или опять здесь забухаешь ну если она честно вот честно мне самое главное динь-динь динь-динь а где Аслан то Маша я не знаю вам просто 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 есть такое понятие первое любовь бывшей женой бывшей женой не бывает я Эль Силирика ты мне скажи я тебя увижу в понедельник трезвым или нет а сегодня какой день сегодня что у нас среда да нет у меня вон десяток яиц я куплю пообеду а кто меня хочет увидеть трезвым я тебя хочу увидеть трезвым чтобы нам сходить в МФЦ чтобы я туда не бегал тысячу раз понедельник потому что у меня сейчас нету копеек по этому поводу вот я схожу это с космосу надо сделать медицинский полис и по поводу тебя сдать документы я сказал я буду или нет я обещаю если приедут езжай сегодня ты мне просто в башке стучишь да нахер башка в башка стучать да нет я просто мне он нужен понимаешь я а то просрешь свою путевку на море это путевка на ровно чевали да дружище не не смотри смотри а что он там один будет сидеть спать 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 а спать что вы заебали все добегать до спать да мне сейчас пальцы не есть я выпечу очень честно вот я я сегодня счастливый человек сколько ты с октября не пил да где-то ноябрь ноябрь декабрь февраль 4 с лишним месяц дело даже не в этом дело в том что я первый раз от своей жены услышал ласковые слова когда она разговаривала она и сейчас будет со мной говорить от жены вот это была как ее зовут то Надя мишка ее искал но приехала сегодня вроде домой и домой она но здесь никто не видел а знаете на кого она похожа ну по фигуре на Настю на Настю она хруненькая у меня дочь она у Зайцева работала когда я в Лесне уже не работал это было так давно ну ничего Женька что говорит когда приедет не ну ты с ним ездил я его потом не видела а а это у тебя у тебя есть номер телефона нет ты нашла свой телефон или другой уже ну какой он меня уже купил такой он и есть а ты говорила что ты его потеряла уже он с нами есть я в кровать один раз нашла его где мы живем я в каждую разу у нас команда сады сады что Леха снимать не понял снимать я на буржуев я на буржуев да ему позвонил походу вот шофер вот денег не на май как он мне объяснил теперь он может я тебе перечислил конечно но больше мне не звонил я сам тебя может найду так обидно было на кассипорил зря я номера вам давал друг другу я так и знал что вы на кассипорите я сам на кассипорил он я на кассипорил я на кассипорил не я ему сказал я больше ни разу не позвонил он меня тут же ответил ты если приедут за тобой езжай домой не чудачу нет Женька сейчас на работе сын сын на работе ну сын он где он в Тульской области да да ну я знаю он позвонил передал другу моей бывшей он опять за бывшей что теперь бывшая есть бывшая я тебе про что говорю бывших не бывает еб твою мать если за тобой приедет вздомает кто там алекс ну ты езжай домой не бродяжница здесь пока без синяков пока более-менее трезвый сейчас опять где-нибудь опиздюлитесь я хочу понимаешь я хочу узнать твое чего сколько пойми вот ну вот ты как человек меня поймешь ну понимаешь есть руководитель правильно есть руководитель я сплю перебрал я перебрал вчера позавчера так я приехал я уехал отсюда специально больше не пить я приезжаю все мне укладывают покормили все нормально лучше я отдыхаю меня в 6 утра будет сложишь тебе на работу я говорю ты что такой я какая работа с меня работа ну а ты вчера не мог предупредить что сегодня меня не будите записку оставил я не будите я заболел да все знают это не детский сад и мне человек понимаешь он мне такой тебе сейчас я не могу работать но я вижу что ты с вещами это не просто так это же не просто суммарем руководитель не знал что я собрал тем более по тихому свалил тот человек который мне сказал все вопросы калеку а как его разбужил он работает сам как его разбужил все вопросы калеку дело ясное что дело темное я теперь не знаю что мне проще собрать все и уехал я если знал у меня ситуация с тобой поговорить и у тебя диалог это денег собрал этому на дорогу аленкин этому фраер лёша лёша получил здесь по мозгам короче до больнички я позвонил докторам мне сказали салфетки купить пеленки воды я купил короче потом звоню он говорит уже не надо ну короче надо отвезти в больницу кому достану кому достану если бы я знал лучше бы документы сдали я не пустой уехал я не пустой но я тебе давал 150 рублей я тебе давал 150 рублей не помнишь это ты на дюху меня поставила тебе давал на двоих я в начале поехал я Алику позвонил со всеми я говорю девчонка приезжает он говорит отлично все нормально ждем и она я из-за этого торможу она ну и как сегодня опять опа есть что не она дома она миска позвонила она приехала домой слава богу им там за хату платить это квартира съемщица она она тоже проблема была ну да он опять метель не может оттечку гитары только вечером вечером после восьми если они за тобой приедут уже предупредил что-то я сомневаюсь да нет человек который умеет работу делать ну в принципе да бесплатная бесплатная рабочая сила я не знаю любую работу выполнял самое главное да просто понимаешь что ты сам себя под ноготь загоняешь а если меня забыл сын там и так да что сын сын сам в Туле работает все чем приехать закажу уехать вот я помнишь по поводу работы говорил 4 человека короче знаешь что там делать нет подожди там ты не так понял там озеленение коттеджи мотеджи понимаешь газоны посадка деревьев я думал по строительству но я я не уточнял я не говорил такого я говорил наверно по строительству вот я он посмотрел ролик предыдущий да ты не слушаешь меня нихуя ты как этот на своей волне он посмотрел этот чувак ролик предыдущий который работу предлагал перезвонил мне и объяснил что это озеленение газоны раз это разметка планировка короче этого ландшафта деревья да сажать но она начнется с 15 марта и жилье там бесплатно жилье бесплатно нормально дело в том что это короче не специалистам платят полторашку специалистам от двух и выше с диплома ну почему с дипломом я по мебели у меня нет диплома но я считаю себя специалистом выше среднего уровня выше среднего уровня выше среднего уровня да ты соображаешь там в чертежах если он это чертеж даст это да 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 ну понимаешь ну как там технологии укладки этого я схвачу на лету мне один раз покажи что там сделать это одно а когда человек вот понимаешь ты бишь это не то никуда понимаешь это две разы ты же сам такой же характер в космос а ты у врачей не спрашивал что там надо делать с этой стороны не говорили они тебе ничего не советовали там наверно уже надо пересадку кожи делать да что ты смеешь что ли там какая блянба уже наверное с ладонью пока да меньше стало куда вот тебя бы блять пристроить не знаю эти хоть нет нет сваливают по домам больнички тебе скучно сколько ты за январь раз в больнице был раз пять семь ладно слава богу все нормально более-менее я не знаю черный говорит он до 11 марта 11 марта у него днюха до 11 марта смысла нету паспорт делать 45 лет ему а тебе можно ну тоже наверное понедельник как всегда блять понедельника начнем потому что сейчас у меня нету средств таких так ну ладно уважаемые зрители смотрим что есть живые сging Волгода.